Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о колонке от компании Урал. Это отечественный производитель аудиоакустики. В данный момент это Гагарин, GR007. Это не новинка 2024 года, и осен он в 2023 году, но все еще представляет интерес. Все-таки это актуальная колонка, она мощная и, что интересно, цена у нее как бы конкурентоспособная с зарубежными аналогами, которые в данный момент сейчас часть ушли с российского рынка, часть остались, но цены, конечно, на них не совсем приятные. Так, ну что, поставляются вот такие вот картонные коробки. Что мне понравилось, так это здесь есть удобная ручка. С тыльной стороны можно увидеть часть кратких технических характеристик. Здесь указано, что есть, во-первых, четыре динамика, два динамика по 20 ватт, два динамика по 10 ватт, уровень шума, ну, всепогодные исполнения, это IP67 и также размеры 374 на 64 и на 194 миллиметра. Фишка в том, что при таких габаритах она весит всего 3,200, 3 килограмма, 200 грамм. Так, ну что, здесь есть USB-плеер, FM-радио, возможность объединения колонок сразу же в две, ну и при 5 тысячах аккумуляторе до 11 часов время работы. Ну, понятно, что это разработка у нас отечественная, российская, сделано, в России все указано. Приятно, что внутри есть такие вот спиненые уплотнители, и колонка доедет до вас в целости и сохранности. Внутри у нас есть провод AUX, стандартный провод, длина порядка там 60 сантиметров и есть еще провод USB Type-C для заряда самого, самой колонки, так и есть возможность заряда от данной колонки и еще других устройств. Это удобно, к примеру, если все-таки вы не воспользовались колонкой, можно зарядить свой смартфон, часы или еще что-нибудь. Инструкция только на русском языке, есть штамп ОТК, вспоминается, да, Советский Союз, круто, здесь все расписано, в том числе и краткие технические характеристики. Да, хотел отметить, что все-таки поддерживаем аудиокодек это SBC, других нет. Ну и здесь расписаны все варианты подключения уже самой колонки и управления. Сейчас я это немножко видео покажу, как делается. Так, сама колонка по два динамика спереди, по два динамика с торца. Ручка удобная, она пластиковая, удерживается на саморезах, она не летая, ее можно снять по идее, закрепить еще сильнее. Ручка также есть специальные вырезы, эргономичная. С тыльной стороны у нас есть резиновые вставки, так что если колонка даже где-то что-то убежит, она не повредится, ну и, собственно, вот еще удерживаться. Также с тыльной стороны у нас присутствуют разъемы USB Type-C, есть светодиодный индикатор, есть AUX, также есть обычный USB Type-A и USB для заряда внешних устройств. Они почему-то разделены, но как бы при подключении к данному разъему с моего смартфона он начал заряжаться. На нижней части у нас краткие технические характеристики и резиновые ножки. Ножки довольно здоровые, колонка хорошо удерживается на столе и при максимальной громкости она вообще не смещается, она остается чисто на своем месте. С торцов у нас есть очень интересная фишка. Гравировка с каждой стороны, металлические накладки и здесь у нас изображен именно космонавт Гагарин. Такая вот голограмма, хотя это металлическая вставка, и там написано он был первый на нескольких языках, на английском и на русском. В данный момент есть светодиодная подсветка, чуть ниже я покажу как она отображается. Да, также есть подсветка в такт проигрываемой музыки. И с лицевой стороны подсветка эта дублируется. Если голубая идет, то здесь голубая, если там белая, то в данный момент здесь белая, красная, все это дублируется. По управлению две кнопки здесь и по две кнопки здесь у нас есть. Всего шесть кнопок, они немного функциональны. Кнопка включения. При длительном удержании она же отвечает за FM-радио, за переключение режимов. Минимальная громкость сейчас. Также при включении колонки она нам подтвердит. Давайте выключим. Так она выключается. И при включении звучит голос самого Гагарина. Поехали. Поехали! Bluetooth Это именно тот голос, когда Гагарин отправился в космос. Так, есть кнопка изменения режима подсветки. Давайте немножко с торца сделаю. В отдельном видео я покажу, как у нас подсветка меняется. Она очень многогранна. Ниже покажу вам, как она меняется в другом видео. Так, по краям кнопочки увеличения и уменьшения громкости при длительном удержании будут переключаться сами треки. Также есть здесь дополнительные кнопки для подключения дополнительной колонки. Можно колонки объединить вместе. Можно колонки вместе объединить. Стереопару создать. Также данная кнопка, как я уже повторил, это объединение в стереопару. Создание ТВС из двух колонок стереопары. И при длительном удержании у нас есть выбор из двух режимов. Это режим на улице, открытом воздухе. И режим в помещении. Чуть-чуть меняются звуковые приоритеты. Уровень громкости. Сами низкие частоты. Как бы это можно будет заметно при прослушивании. С обратной стороны у нас есть кнопка, отвечающая за полное выключение режима беспроводного подключения. Это USB. Это Bluetooth. Также она при двойном нажатии. И здесь же этой кнопкой можно при включении режима радио запоминать сохраненные радиостанции. Собственно, вот так и выглядит колонка от компании Урал. Это Gagarin MGR007. Топовая колонка 2023 года, которая на самом деле сделала фурор среди акустики. Прошедшего года.